Привет, у микрофона Antics, сегодня поиграем в Forged Battalion, и два дня уже прошло с того момента, когда я снимал видео для обзора этой игры, и с тех пор разработчики уже успели выпустить патч, который добавляет русскую локализацию в игру. Видимо, усердно готовится очень к выпуску игры в ранний доступ, 16 января, и сегодня у нас будет формат летсплея, то есть мы более подробно рассмотрим все, что было в обзоре, и какие-то фишки, которые еще даже не были в обзоре. И все, кто не любит летсплеи, соответственно, я вас отправляю в верхний правый угол этого видео, там будет ссылка на короткий обзор. Ну а для начала зайдем в редактор группировок, все-таки русифицировали как группировки, а не как фракции, это очень печально, потому что фракция звучит как-то посолиднее, чем группировка, ну в принципе это не важно. Итак, у меня есть два вида юнитов пехотного типа, легкой техники тоже два вида, три вида танков, два вида дронов и два вида турели, в принципе мне пока хватает. Давайте заглянем в дерево технологий, у нас тут пушки, пулеметы, есть винтовки для стрельбы антивеществом против танков и тяжелых сооружений, противотанковая пушка, артиллерия, пушка. Как вы видите, немного совсем оружия у меня изучено, потому что я всего две миссии прошел, то есть первую на три звезды и вторую на две звезды. В принципе можно сейчас вторую на три звезды пройти, но вторая миссия на самом деле скучноватая, третья уже поинтереснее. Итак, у меня еще есть интересный вот кислотный разбрызгиватель, который я еще никуда не поставил, он на пехотный экзокостюм устанавливается, мы сегодня его установим с вами. Итак, тут у нас броня для всех видов юнитов, тут у нас для турельки броня и в принципе тут у меня больше ничего не изучено, кроме вот этих шагающих шасси для тяжелой и легкой техники. В принципе в обзоре уже фигурировал там танк на таких вот шагающих шасси, сейчас мы это с вами посмотрим. Вот наши ребята, это у нас пехота легкая, это у нас противотанковая пехота в броне и с противотанковой пушкой. Заметьте, что это уже уровень строительства 2, то есть тир 2, его в начале игры построить нельзя, в начале игры мы можем только вот такие легкие юниты ставить, строить. И сейчас я создам новую боевую единицу. Итак, давайте установим тогда кислотный разбрызгиватель, во-первых. Выглядит он как винтовка с антивеществом, да? Да, похоже очень. Ну, она стреляет таким конусом из кислоты и эта кислота потом типа разъедает металл. Вот так вот. Ну, урон у него небольшой. Так, ладно, что у нас там дальше там? Будем ставить броню, не будем? Пока что это уровень строительства 1. Если броню поставить, то получится тоже уровень строительства 1, так что в принципе, что бы ее не поставить. Да, единственное, что время на секунду увеличится и стоимость тоже увеличится. Ну, нормально. Вот такая у нас будет кислотная пехота. Кислотная пехота. В пехоте, блин. Окей, кислотная пехота готова. Нормально. Из легкой техники у меня противотанковые багги. Он вроде бы укреплен броней и на шагающих таких вот шасси. Решил я попробовать. Шагающее шасси, причем его особенность какая? Он может давить пехоту. То есть, если мы сможем дотопать до пехоты, хоть тут, конечно, медленно, но если сможем дотопать, то пехоту сможем уничтожить, просто задавив ее. Так, тут у нас багги легкий, пулеметный. Дальше три вида танка. Это артиллерийский танк на колесах, чтобы быстро туда-сюда бегать, туда-сюда ездить. Легкий танк просто с пушкой. И тяжелый танк, укрепленный броней и на гусеницах. Вот такие вот дела. Шагающие танки я решил не делать, потому что как бы нафига нужно это шагающее шасси. До пехоты я не собираюсь бежать танком, я просто, в принципе... Ну ладно, посмотрим, короче, может потом сделаю. Два вида дронов. Два вида дронов, один противотанковый в броне и, по-моему, с пушкой он какой-то хороший, да? Да, вот у нее противотанковая пушка и легкий дрон просто с пулеметом. Вот и, в принципе, вся техника. Турельки у нас тут тоже две. Одна пулеметная, другая с противотанковой пушкой. Пушка... Ну как бы она противотанковая, просто называется пушка, да? И укрепленный броней турелька. Тоже второй технологический уровень. Вот. И все, в принципе, больше тут обзирать нам нечего. Можно отправляться в миссию. И вот еще какая деталь. Когда мы создали нового юнита, то есть новый чертеж, нам нужно обязательно поставить флажок. Иначе при входе в миссию мы этот юнит не сможем нанимать. Поэтому за этим тоже нужно смотреть. Итак, мы начинаем. Ну и тут мы слышим переговоры врага. Видите, это солдат коллектива, говорят, и командующий коллектива. Коллектив это как раз та самая организация, против которой мы ведем войну. Первонаперво мы построим сейчас завод переработки. Вместе с заводом переработки в комплекте идет один Харвестер. И вот у нас по умолчанию еще один Харвестер. То есть один по умолчанию, один с заводом, и третий мы еще поставим, построим после того, как завод поставится. Вот у нас точка, которую нужно оборонять. Это как раз узел радиосвязи, радиовышка, которую засекли враги. Так, один Харвестер, значит. И ставим казарму. В казарме мы начнем уже нанимать пехоту. Вот наши боевые единицы. Я их за кадром переименовал на английский язык, потому что на русском почему-то они не строились. То есть, это, видимо, небольшой баг беты, поскольку игра еще не вышла даже в ранний доступ. Такое бывает. Так, еще одну казарму сейчас строить нельзя, потому что у нас энергия просядет. Так, сразу же тогда заказываем парочку... Так, кислотных поменьше. Пулеметчиков побольше. Точку сбора вот сюда. Так, тоже я казарму не выделил. Все, ребята, пошли. Кислотных сейчас проверим, посмотрим, насколько они хороши в бою. Они против какой техники там? Против пехоты, против машины, против танков у них урон с множителем один обычный. То есть, пулеметчики в основном против пехоты. Так, хорошо, у нас электростанция построила. Сейчас мы вторую казарму поставим. И тут какая механика? Казалось бы, мы строим вторую казарму, и юниты должны теперь выходить из двух казарм одновременно, но на самом деле нет. На самом деле, просто вторая казарма нам уменьшит время найма юнита. То есть, сейчас вот пулеметчик 5,5 секунд нанимается, а со второй казармой будет меньше. Но не в два раза меньше. Сейчас 4,7 секунды. Вот такая вот механика. Это работает, в принципе, для любых фабрик. То есть, легкой техники, тяжелой техники, для казарм, для авиазаводов. Так, значит, электростанцию надо поставить, да? И потом третью казарму. Пока что я высокоуровневые заводы не ставлю, потому что мы просто сольемся по экономике, если сейчас будем их ставить. Сейчас еще надо будет хорвестера один нанять, потому что у нас деньги уже кончаются. Так, у нас какая-то охрана тут уже есть, в принципе. А сейчас мы пойдем еще вот в эту точку. Тут у нас аванпост, который можно захватить будет. Но пока я его захватить не могу, потому что у меня нет узла связи. Вот он, узел связи, который позволяет как раз захватывать аванпосты. Но он 1200 стоит, пока его строить не будем. Враг пытается уничтожить радиовышку. Ну да, он, в принципе, будет пытаться сейчас всю миссию. У нас в этой миссии ограничение по времени 20 минут. То есть нам нужно все силы врага еще уничтожить, кроме того, что вышку удержать. Когда я первый раз запускал игру, когда вот для обзора видео снимал, там вообще искусственный интеллект был тупой. Но сейчас он гораздо умнее, я уже заметил это. Поэтому третью миссию сейчас я прохожу всего лишь на одну звезду, потому что у меня не хватает технологий просто, чтобы противостоять двум врагам. Врагов у нас два, один тут и другой в левом углу нижнем. Так, около аванпоста пока охрану оставил. 1200 у нас уже лесов. Сейчас еще парочку хорвестеров закажем. И все у нас будет круто. Вот сюда уже пошли эти хорвестеры новые, чтобы они там не долпились. У каждой точки добычи только один может стоять. Так вот это вот сразу сюда. Так, 1200 у нас все еще, да? В принципе, можно сейчас уже ставить центр связи. Фабрику легкой техники пока не буду строить. Сразу же фабрику тяжелой техники поставлю потом. А, да, мне сейчас... Знаете, что случится? Коллапс энергетический. Так, все у него-то идут, идут. Кислотных мы так и не посмотрели, да? Или было уже? Так, а если ты инфантрей? Двойной щелчок, как и в принципе в любых РТС выделяют подобных юнитов. Так, коммуникационный центр... Коммуникационный центр мы построили. Сейчас у нас будут захватываться аванпосты. Так, сейчас, значит, электростанцию. Я их строю специально подальше, чтобы... Если противник придет уничтожать нашу базу, то... Мы сразу же не погибли. Так, побольше нам, короче говоря, сейчас надо... Противотанковой пехоты. Мы уже добрались до Тира-2. Как раз вот это здание разблокирует второй технологический уровень. И мы можем строить противотанковую пехоту. Парочку я на ДЕФе оставлю тут. Юнитов. Остальных пошлю в другое место. Так, и надо еще построить турельки для обороны. Вот уже противник на нашу базу прет. Скотина такая. Так, мне надо, короче говоря, побольше... ...заводов тяжелой техники сейчас ставить. Так, эту турельку, наверное, вот здесь поставим еще, да? Для обороны. Здесь надо будет, опять же, завод ставить для добычи, чтобы ресурсы добывать. Но это чуть позже будет. Так, у нас толпятся ребята ведь уже, да? Пошли сюда. Добываться. Так, в принципе, охрана есть какая-никакая. Пошли. Во-первых, этих ребят и оставлю. Пошли сюда. Точку сбора сюда. И с завода тоже сюда. Все, строим танки. Парочку легких танков, они быстрее построятся. Потом тяжелые. Все, поперло. Так, аутпост мы захватили. Можем, в принципе, уже здание построить. Завод переработки тут попробовать. И потом еще попробовать его удержать. Короче говоря, искусственный интеллект поумнел с последним патчем. Это я уже заметил. То есть, когда я снимал видео для обзора, он был вообще тупой. Тупее тупых. Сейчас он как-то наседает. Наседает очень сильно. Поэтому я миссию прохожу на одну звезду всего. У меня тупо не хватает технологий, чтобы противостоять двум противникам. У нас их два тут. Снизу один и... Ну, снизу два. Справа снизу и слева снизу. Кислота работает как брызгалка. В принципе, это так и должно быть. И заметьте, вот этот туман войны, когда я только игру запустил, я не мог понять, что сейчас с туманом войны не так. Потому что он был такой очень невзрачный, непонятный. Видите сейчас вот какой оттенок. Вот эта видимая область, тут уже невидимая область. Оказалось, в настройках есть все это дело. Можно подкорректировать и на максимум просто выкручивать, и туман войны будет вполне себе адекватный. Так, ладно, пошли тогда. Наверное, сейчас уже пойдем... О, вот у нас и воздушная техника прилетела, да? Круто. Так, мне не хватает немного... ...деньжат. Фабрика тяжелой техники. Давайте еще одну поставим. У нас там танки-то приехали вообще, нет. В принципе, можно потихонечку наступать. Вот эту мы охрану можем тут оставить. Блин, танк уничтожили. У нас кислотные не могут атаковать воздушные яйца. Танки еще заказаны, противотанковые тогда мы еще парочку сделаем. Вот они, видите, с двух сторон. С двух сторон наседают, и у нас на все просит 12 минут. Как уничтожить врагам? Две базы противника за 12 минут? Непонятно. Все вот очень жестко. Шли. Надо просто агрессивнее играть, я тут пока рассказываю. Особой агрессии-то у меня не получается делать. Надо сосредоточиться, чтобы обнимет на нас не поражал. Это не отступают, смотри, сами. Когда повреждены. Все, короче, пошли захватывать базу врага. По крайней мере, мы можем хотя бы подъехать туда, посмотреть, что как. Вот сюда, может, время уже 11 минут осталось. Надо что-то делать. Так, у нас два всего завода тяжелой техники. Надо мне третий поставить, и потом уже. Видите, ресов не хватает все-таки. Я, кстати говоря, не знаю, как сделать так, чтобы вот здесь производился у нас Харвистер. Или он из этого выходит. То есть, если у меня тут сейчас произведется один лишний, то он тут выйдет, и мне придется его туда тащить. Так, у нас ресурсы здесь истощились. Сейчас Харвистер будет искать новые точки, я их сразу направляю вот сюда. У нас уже война идет во всем. Так, если увидим какую-нибудь АОЕшку, то сразу же ее будем фокусить. Так, больше противотанковых, больше танков, еще тяжелые. А, у нас тяжелые танки вообще не производятся, потому что легкие я еще не все произвел. Блин, твою мать! Вот он еще, слушайте, враг применил супероружие и всех наших уничтожил. Отлично просто. Я еще для своего суперздания не добрался, надо мне авиазавод построить. Это жесть, слушайте, это жесть. Ну, так, в принципе, РТСку надо следить за юнитами. Искусственный интеллект не тупой. Смотри, опять бомбардировка. Причем на союзников, похоже, не действует, что ли? Или действует? Непонятно. Ни хрена, мы тут не нападем. Ни хрена, мы тут не нападем. Хочу делать. Больше Харвистеров. Сейчас эти ребята доедут. Кто с ресурсами, беда? Мы еле-еле отбиваемся. Кое-что тут нападать. Можно, в принципе, с флангов заходить ведь. Не обязательно в лоб. Да. Лоу пауэр. Харвистеры даже не могут сдать ресурсы, чтобы... Нет, могут, слушайте. Даже если обесточено здание. Так, ну что мы будем делать? У нас 8 минут остается. У нас все плохо. Это печалька. В принципе, можно уже строить вот этих ребят, летающих. Попробовать хотя бы. Попробую, зайду я вот отсюда, снизу, внезапно. Так, танки что у нас, производится еще? Побольше тяжелых танков тогда. Противотанковой пехоты. Ну, вот, смотрите, они ресурсы сюда уходят добывать уже. В принципе, их ресурсов бы лишить, да, и как бы дождаться, пока они сдохнут. Но, к сожалению, ограничение по времени нам это не позволяет сделать. Так-то бы вообще в легкую можно было затащить. Тут артиллерийская установка. Отлично. 1200 у нас уже техники, ой, ресурсов. Так, еще главное не провтыкать, когда они будут артиллерию запускать в свое суперздание. Так, мы еще авиазавод построим один. Не провтыкал, вроде бы, нет? Пошли, пошли. Вот еще проблема в том, что тут у зданий очень большое хп, и очень быстро их не уничтожишь. Опять же. О, смотри, что происходит. Валим, валим. Гентамп у нас не спасся. Слегка. Так, пока держим оборону успешно. В принципе, разносим врага. Так, турельку мы уничтожили тут. Так, сначала турельку давайте. Так, сейчас мы приведем еще летающих дронов. Сюда вот на базу, да? Черт. Парочка все равно попала под удар. С этой игрой я так и не нашел, как тут юнитов ремонтировать, если вообще их можно ремонтировать. Вот есть кнопка Repair, но это для зданий. На юнитах она не работает, и, наверное, тут юнитов нельзя ремонтить. Ну вот, регенятся ли они, что-то я не замечал. Этот вопрос пока остается открытым. Не знаю вообще, как... Вот вы играли же, наверное, в другие стратегии, там, Red Alert и так далее. Я играл, помню, в подобную только в Дюну, разве что, во вторую. И я вообще не помню, там, что-нибудь регенилось, не регенилось. Черт его знает. Так, кто по мне стреляет? Это дрон, гребан, да? О, вот уже зашли. Они зашли на базу. Так, авиазаводы. Дронов я забыл, дронам забыл точку сбора поставить. Сейчас мы налетим стайкой там. Сейчас попытаются они захватить этот пост. Давайте энергии лишим их сначала. Потом все остальное сделаем. Так, у меня уже ресурсов мало, да? Отличная авиация, все. Сейчас несет. У нас пять минут остается, нихрена мы не успеем тут уничтожить их. Короче, вот, все, кто писал, что стратегия простенькая, видите, это не все просто. Надо тренироваться. Если была она простая, то можно было вообще все сходу бы пройти. Как они долго, даже электростанцию не могут добить. Это жесть. Надо больше хоровестеров делать, наверное. Еще больше мест добычи. Вот у нас, ребята, простаивают. За ними тоже надо глаз за глаз. Пока вот эту базу мы уничтожим. Куча времени пройдет. Так, очередь задания тут тоже работает. Между прочим. Все, можно, в принципе, на вторую базу пойти напасть. Четыре минуты у нас еще есть, можно попробовать успеть. Короче, когда еще искусственный интеллект был тупым, я эту миссию пытался пройти на три звезды, я как раз вот не прошел ее только потому, что не успел вторую базу донести. То есть я одну уничтожил, пришел на вторую, и тут буквально пара зданий оставалась, и время закончилось, и мне засчитали поражение. Это было, конечно, прикольно. Я еще сначала не понял, что за фигня. Так что вот это все, уничтожили все силы врага в отведенный срок, это неправильное, мне кажется, задание, потому что враг может и шкериться, к примеру. Его силу хрен уничтожишь. Просто так-то. Так, точку сбора надо вообще поставить вниз. Все, уничтожили тут. Еще до хрена сданет. Да, беда, слушайте, ребят, три минуты осталось. Че у нас там с ресурсами-то куча? Два хровистера, парочку танков. Надо, наверное, на летающих уже ориентироваться. Они быстрее дойдут. Все, пошли. Силы мы вроде бы разнесли. Эх, три минуты остаются. Все силы врага вроде как уничтожили. Солосток-турыки. Так, шестом. Блин, надо только уничтожать срочно. Все, давайте, электростанции фигачки. А, две минуты остается. Так, че, все уничтожили? Пошли сюда быстрее. Надо еще маленько порыскать тут. Может, где еще че осталось? Ну, вроде бы все уничтожили, да? Две минуты. Че-то я уже начинаю нервничать. Давайте-ка их солдат уже пошлем сюда. Этих ребят вот сюда пока пусть они... ...походят. В этой игре также есть патрулирование. То есть, тут кнопка В. Ты ее зажимаешь и так вот патрулируешь войсками. Опять же, вот я обозначал уже в обзоре минус. Тут не отображаются вообще ни элементы управления своими войсками, да? То есть, обычно как там кнопка атаки, кнопка защиты. Удерживать позицию и все дела. Тут это все есть, но тут это все на быстрых клавишах. Надо просто в управление залезть, в настройки и посмотреть. И все оказывается просто. Так, рэп патрулировать, придурки. Великая плотная застройка тут, жесть. Это просто какая-то шляпа. Пошли быстрее. Ну и, конечно, радует то, что нет тут верхнего капа на численность лимитов. То есть, сколько угодно строй, были бы деньги. И еще нельзя здания все выделить удаленно. Так вот приходится делать. Постоянно. Точку сбора назначать. Может быть, можно, но я не нашел как. Посмотрите, нам осталась минута, и вот это все говно уничтожать. Я не знаю просто, когда этим заниматься. Вот у нас сейчас на это времени нет. То есть, я точку удержал, все нормально у меня. Как бы никаких проблем. В принципе, все почти юниты заняты уничтожением. 30 секунд остается. Офигенно. 28 секунд. Офигеть, я успел. Да, слушайте, впритык, впритык, в общем. Вот такие дела. Ну что ж, мы одержали победу. Всех поздравляем. Сейчас посмотрим, сколько нам дадут очков. 102 очка. Ну, не так плохо, могло быть хуже. И давайте глянем, что еще можем изучить. Группировка. Дерево технологий. У нас 199, у меня там еще оставалось в запасе там. Так, свинцовую изоляцию можно взять для нашей техники. Сокращает на 50% получаемый урон от ядерного оружия. Прикольно, слушайте. Если в следующей миссии будет ядерное оружие, то можно взять. Ну и, кстати говоря, в этой миссии я не строил вообще суперздания с такими ракетами. Возможно, зря. Может быть, с ним было попроще и побыстрее, но на самом деле там КД 3 минуты и по зданиям оно не очень дамажит. Так что, думаю, что оно прям нам пригодилось бы. Так вот, в этой химии я разочарован, на самом деле. Система защиты от химикатов. Я, наверное, возьму ракетный гранатомет. То есть мы сможем уже ракетные установки делать и пехоту, и танки. Это будет круто. Вот, и давайте глянем сейчас заодно, как это все будет выглядеть там. Вот, допустим, танк легкий. Создаю новую боевую единицу. Ракетомет. На колесах нормально. Быстрый и дамажащий, да? Можно шагомет сделать, но бесполезно, в принципе. Ну чё ж, вот, прошли мы третью миссию на одну звезду. И, чё могу сказать? Всё-таки искусственный интеллект тут не тупой. То есть, если попытаться на две звезды пройти, то мне тупо бы не хватило технологий и времени. Видели там, чё происходило. Но, опять же, это всё, как говорится, скалируется. То есть, если больше тренироваться, будешь играть быстрее. Просто в эту игру я играю сколько часов там? Ну там, немного, короче. Ладно, на этом мы, в принципе, закончим. Пишите свои впечатления в комментариях. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. И вы ждёте продолжения видео по игре на канале. Между прочим, когда игра в ранний доступ выйдет, то должен быть доступен мультиплеер. Так что, надеюсь на него тоже посмотреть. Ну что ж, всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok